здрасте уважаемые охотники очередной день и очередной ответ вале петровича кузенкова главного редактора журнала охота еще раз показываю кто не видел который можно приобрести купить ссылки есть под этим видео на через озон через авито на очередной правильно заданный вопрос российского охотника александра копылова спасибо александр за вопрос доброго дня валя петрович доброго дня александр и всех кто нас видит да на просторах интернета пашковщина подняла шум рев войну я знаю чего вы говорите о великом зоозащитнике который это бот это не человек это работает мощная сильная команда я всегда говорю что сегодня зова шиза она высоко организована в отличие от нас охотникова и вот этот вот пашковщина это ну как сказать сделано такой проект что ли вот этого пашкова показывают и потом эта группа людей которые грамотно профессионально излагает тексты и влияет на мозги людей которые подвержены вот такому давлению знаете как люди ходят смотрю там на какую-то девушку приятного вида да и она им рассказывает как стать богатыми они платят миллиарды миллионы рублей ей непонятно за что за воздух она богатая она там на тачках это вот подвержены люди вот я никогда не пойду никогда на меня не надавить и вот если я вам говорю ребят приобретайте журнал потому что тогда будет редакция жить и существовать я вам предлагаю товар а не фемерные вещи из с неба понимаете который а народ идиот народ и как эти вот и и смотрят на пашкова и подписываются и деньги ему дают ни за что понимаете а охотничье сообщество только сидит в соцсетях и обсуждает кто есть кто а у кого там пузо больше у кого там глаза шире у кого там у то кто то больше настрелял вот это наша проблема по поводу вносимых поправок закон об охоте об увеличении сроков охоты на медведя до 28 февраля так всегда были такие сроки охоты всегда были вы возьмите старые на правила охоты и советские и там медведя стреляли до первого марта потому что основные охоты на берлогах которые происходили это февраль это январь когда он уже залег когда уже берлогу находят я долго думал а значит почему берлоги сейчас не находят вот в костромской области в кировской ну найдут одну двое вот а раньше это было интересно известнейшая охота а я потом понял а нету жителей в деревнях на сельских территориях раньше люди жили в деревне они ходили по лесу собирали грибочки смотрели куда медведь все были охотники вот и эта земля существовала процветала тут и скот пасли и поля сеяли а сейчас людей нет а ехать искать берлогу из города костромы или из города ярославля или из города москвы это все нереально вот и когда говорят что охота на медведя закрыта она не закрыта она никогда на берлоге не было ее просто отодвинули по срокам люди которые любят этих медведей да они сказали как же так а вдруг там матуха с медвежатами я говорю а чем это дала сих не будем стрелять который идет с лосенком во время да а вы что стреляете а вы чего одних быков стреляете и у нас сейчас перестреляли быков у нас сейчас лось обмельчал на сейчас шильники покрывают на коровушек небольших понимаете рождаются вот эти вот телята небольшие болезненные подыхают и еще и тогда сроки отодвинулись сделали охоту на медведя до ноября а в берлогу медведь залегает в декабре вы понимаете охота закрыта залег и вроде как нормальные люди подходят и слышат берлоги пищат и медвежат это первое второе вот я разговаривал на той же камчатке а там тоже охота на берлоге они следят куда какой медведь пошел пошел крупный залег в этом в этой щели они потом эту берлогу находят и прочее прочее да были случаи что стреляли самку и там были медвежата медвежата шли в зоопарк на велосипедах кататься шли на испытательной тренировочной станции там их кормили поили выращивали потому что охотничье кровное собаководство оно нужно было нашей стране а те же лайки понимаете да не вот и этих медвежат как-то в зооцирке в зоо сады еще куда-то я говорю можно сделать было бы реабилитационное центр но это точечно это штучно а бывало из берлоги по три-четыре медведя вылетала там матуха с пистунами лежала и прочее все бывает в природе но законом разрешена охота и поэтому сроки просто увеличили потому что медведя огромное количество он сегодня наносит огромный вред и ущерб другому дикому животному миру и народу да и поэтому набор его медведя охоты удлинили а я считаю вообще его надо переводить в разряд крупных хищников которых надо добывать круглогодично и как только мы понизим численность бурого медведя в отдельных регионах нашей страны тогда можно опять закрывать охоту делать его лицензионом сроки уменьшать и опять работать с этой популяции но сегодня люди боятся ходить за грибами люди боятся ходить за ягодами медведя кругом он же если найдет овсяное поле он же лежит рядом с кем он не уходит как кабан надолго да и поэтому старушки честно уже боятся и если люди погибнут а человек я считаю это самое ценное как я всегда говорю в любой стране это человек в любом государстве самое ценное это человек они бурый медведь волк или бродячая собака о чем всегда говорит вот это вот пашковщина понимаете как вы считаете окажет ли пагомные влияние данные поправки на численность буру мне как нет никогда это штучная охота она не нужен сегодня медведь никому на мясо его не бьет он трехинелиозно это медведь сегодня идет только тем кто начинает охоту хочет первые трофеи медведя добыть одного добыл второго добыл и потом прекращает вот у меня висела куча медведей 3 или 4 на стенках это пыль понимаете я сейчас этих медведей стал возить в кировский музей значит отвез бага огромного камчатского медведя 285 я добыл его там 25-30 лет назад на камчатке и отдал потому что это уже не интересно это уже пыль это аллергические реакции понимаете да это вот человек добыл первый раз медведя он ему интересен дальше интересно было когда была трофейная охота то есть приезжали немцы приезжали поляки добыть русского медведя да это было сейчас этого нет численность медведя катастрофически растет и вот эти увеличения сроков никогда не повлияет на падение численности бурового медведя сегодня это нужно массовый прессинг делать ну а массового прессинга мы никогда не сделаем почему так у нас охотников нет вот сейчас меня был вопрос среднего возраста охотника 58 лет как вы понимаете в одном из районов нашей страны молодежь не идет молодежь живет в крупных городах они в компьютере сельские поселения в центральных регионах отсутствуют и не только в центральных других регионах а охота все-таки охотники они сельским населением всегда увеличивались а городские это так это баловство по большому счету поэтому не повлияет существует ли какая-нибудь статистика или исследование о соотношении добытых медведей на биологику мне ничего нет ничего нет сейчас вообще всякая статистика упала погибла отсутствует и никому это не интересно наука умерла я вам говорю группа охотоведов кировской школы вот они сидят и бла 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 а вот книжку читал а вот я читал а этот вот работал он плохой а вот этот хороший а этот вот а я еще лучше и вот понимаете да вот александр исхмау спасибо александр хороший вопрос я думаю я вам на него ответил ребят еще раз всех прошу обсуждая вот эту вот лекцию пишите а что у вас с медведем нападает ли он на людей нападает ли он на лосей нападает ли он на кабанов как я один раз видел сидит человек видео в социальных сетях и снимает значит медведь вышел на подкормочную площадку человек ждет кабана выходит медведь ну такой года четыре пять начинает зерно есть он выходит на подкормочной площадке есть зерно вот человек включает фонарь и у нее телефон снимает и медведь так ложится на зерно и вот так лапой закрыл глаза умнейшие животные но сегодня с медведем огромная проблема для дикого животного мира других видов да потому что большая численность вот на этой оптимистичной ноте я заканчиваю приобретайте журнал охота все есть под этим видео все ссылки и увидимся завтра в следующем видео